В одной из старой песни обещали, что на Марсе будут яблони цвести. В Нарве обещают построить в Абалаво такая площадка для театральных постановок, но это в будущем. Где люди в Нарве развлекались в прошлом, в настоящем, об этом я решил узнать у своего коллеги Александра Хоботова, знатока нарвских реалий. Сейчас сзади нас находится красивое здание, но в довольно печальном состоянии. Что это такое? Это так называемый дом-призрак культуры имени Василия Герасимова. Лет 20 оно не функционирует. В лихие времена продали это неизвестно кому. Собственник сейчас неизвестно где. Он этим зданием не занимается. Соответственно, оно пустое, оно разграбленное. Здесь бывали пожары. Ну, из позитивных моментов здесь проходили съемки фильма Вейка Илна по «Искушение святого тыну», после чего внутри остался раздолбанный рояль. Я лично залезал туда нелегально и этот рояль видел. А в моем детстве здесь проходили елки. Здесь была такая активная жизнь культурная. Мама здесь работала концертмейстером. Здесь была прекрасная театральная сцена, единственная, кстати, правильная театральная сцена в Нарве, где проходили, соответственно, спектакли, ну и прочие такие эвенты, перформансы, мероприятия и так далее. Что такое ДК Ругадив? Чем он примечателен и интересен? Дом культуры Ругадив, простонародный полтинник, потому что он был построен в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. И когда-то так и назывался Дом культуры имени 50-летия Октября. Потом уже был переименом ДК Ругадив. Ну, это такой типичный советский Дом культуры. Слава богу, до сих пор работает. Там занимаются детишки, проходят концерты. Ну, приятное такое заведение. Мы не могли обойти стороной место, которое многие помнят по изображениям на пятикроновой купюре. Нарский замок. Что здесь проходит? Ну, это просто вау и супер в масштабе всей Эстонии. Это одна из самых крутых, если не самая крутая летняя площадка. Здесь происходит масштабнейший рок-концерт. И впервые сюда попал в 97-м году мероприятие называлось Narva Rock Fest. И лайнап этого фестиваля, это было все равно, что лайнап фестиваля нашествия. Толпы народу здесь были, тусовались. Хочется, чтобы эта традиция осталась. Проведение больших масштабных концертов именно здесь, на территории Нарского замка. Женева. Как много в этом слове для сердца Нарского сплелось. Чем примечательен этот клуб? Ну, это самая крутая площадка в городе. В каком бы состоянии сейчас ни была. Я просто вспоминаю эти синие кресла, которые там внутри. И что 20 лет назад я на них сидел, что вот недавно на юбилейном концерте «Авеню» все те же самые синие кресла внутри этого зала. Но так или иначе, туда приезжают все звезды, заезжающие в Нарву на огонек. Там проходят самые большие спектакли, самые большие концерты. А в клубе именно Женева иногда выступают российские звезды, а-ля «Муми Тролли» или что-нибудь в этом роде. Ваба-Лава находится на территории бывшего закрытого завода «Балтиец». Как видите, тут довольно сурово все оборудовано, чтобы, не дай бог, никто чужой не прошел. Но двери нынче открыты, так что мы спокойно можем зайти и посмотреть, как выглядит свободная сцена и что там будет происходить. Сейчас на территории бывшего завода «Балтиец» можно снимать фильмы постапокалиптического жанра или продолжения «Сталкера». Но все может измениться, и есть люди, которые собираются здесь все поменять. Что же здесь планируется сделать? Сейчас мы стоим в зале Дома культуры бывшего завода «Балтиец». Этот зал был создан специально для работников «Балтица» на территории завода. В нем можно проводить различные концерты, лекции и собрания. Военного завода «Балтиец» уже давно нет. Он был ликвидирован в 1993 году специальным решением правительства Эстонии. Теперь это здание передано в долгосрочную аренду целевому учреждению «Вабалава», которое создаст здесь новый Большой Дом культуры. Вместо нынешнего зала, в котором можно проводить лишь стационарные мероприятия, появится мультифункциональный зал типа «Блэкбокс». В нем можно будет устраивать представления разного плана, а также организовывать концерты, проводить различные мероприятия и вечеринки. В дополнение к основному залу будут оборудованы и вспомогательные помещения, комнаты для репетиций, гримерки, то есть все, что необходимо. Как будто ни было, на данный момент есть в Нарви площадке, куда пойти, где что-то происходит. Ну а что выйдет из проекта, который называют «Вабалава», придется ли он по душе нарвитянам и вызовет ли интерес, посмотрим, узнаем в будущем.